что это значит? Дарья будто переломилась, присмиряла, притихла. Я тебя не узнаю, промолвила она. И не узнаешь, значит, тебя еще не захватила революция, и ты, может быть, останешься в стороне от ее бурного потока. Переведя дух, Аина продолжала с такой же стремительностью. Но и посторонних не будет. Революция сомнет их, раздавит и выбросит вон из жизни. Всякий, кто ищет обновление общества, отдаст свое сердце революции, и да пусть светится имя его. Боже, как ты говоришь, прошептала Дарьюшка, чувствую себя подавленной. Она, Дарьюшка, безнадежно отстала, ничего не совершила и вряд ли на что-нибудь способна. Если революция — это сама жестокость, я не сумею быть жестокой, ненавижу жестокость. Ненавидишь? Аина усмехнулась. А я вот сумею, на все решусь, если хочешь знать. Как говорит бабка Ефимия, отряхну прах со своих ног и пойду за ним на любые испытания. За кем? — хлопала глазами Дарьюшка. Аина прикусила пухлую губку. За революцией вот за кем мне терять нечего. И, обняв Дарьюшку за плечи, таинственно сообщила. Ты ведь не знаешь, какое завещание сочинил наш старик и держит в строжайшем секрете. Ох уж эти мне стариковские секреты. Так вот, слушай. По завещанию старика все капиталы, пакеты, акции. Активы и пассивы, и как там еще, не разбираюсь, и все движимое и недвижимое имущество наследуют его сыновья от первого брака. Половину — подполковник Владимир Михайлович, который сейчас приехал из Англии. Одну четвертую часть — младший сын Николай Михайлович, который сейчас в Петербурге. А другую четвертую часть — Ионыч. Лопнуть можно, Ионыч. А Евгения Сергеевна? — Кукиш с маслом, как говорит кучер Василий. Как же это? — Вот так же. И мне кукиш с маслом. И черт с ним, с его капиталами. Не очень-то я нуждаюсь в них. Но самое отвратительное — Даша, чего я не пойму. Старик собственный позор записал в завещании и передал его на хранение нотариусу. Он там пишет, что я ему не дочь. И что он никогда не признавал меня своей дочерью и выставляет в завещании каких-то свидетелей, которые подтвердят, что моя мать Евгения Сергеевна полтора года путешествовала в Италии и Франции и там родила меня отвратительно. И что он, старик, полтора года до моего рождения не имел близости с женою, в чем клянется всеми святыми. А потому жена его блудница и скверна, и нет для нее никакого наследства. И дочь от этой жены по рождению скверна, и пусть она хоть сдохнет, старику не жалко. Стыдно, стыдно. И ты бы хотела, чтобы я осталась в этом доме, в доме обмана и лжи. Нет, нет. И миллион раз нет. Взглянув на себя в зеркало, удивилась, какое злое лицо захохотало. Комедия, Даша. Бальзак, бальзак. Блеск и нищета куртизана. Нет, нет, это же хуже, чем барон Нусинген. Это Юсков, хитрый, немощный, трусливый, пакостный, пакостный. И еще он хвастается, что по отцу происходит от стрельцов, какие были до Петра Великого, а по матери от князей Дашковых. Лопнуть можно бабкой Ефимии княжеского рода. А я думала, что у вас в доме совсем другая жизнь, призналась Дарьюшка. Другая? Обман и ложь. Да-да, там, где богатство, там обман и ложь, согласилась Дарьюшка. Не представляю, как мать проникла в тайну этого завещания старика, но это ужасно и подло. Он его сочинил после Нового года. Пятое, кажется, все собирается умирать и цепляется за живых. Отвратительно. Мама предупредила, чтобы я помалковала, и что она еще примет меры. А я ей сказала, никаких мер не надо, а плюнуть на все и уйти. Разве ее убедишь? У нее свои понятия и соображения. А тут вдруг революция. Представляешь, как я счастлива. Счастлива. Дарьюшка не понимала, что может дать подруге революция взамен наследства и доброго имени законорожденной. А ты думаешь, как? Все останется по-прежнему, да? Революция и все перевернет, вот увидишь. И подлых стариков, и все их хитрые завещания, и банки, и акционерные общества. Всю ложь и гадость уничтожат. Да, да. Не веришь? А я верю. Верю. Видит Бог. И скоро, очень скоро, Даша, уйду из этого дома, обманы и лжи. О, если он меня поймет, он должен меня понять, должен. Он же видит, что я во всем с ним откровенно. Сам Бог послал его к нам в дом. Кого? Аина будто не слышала вопроса, что-то накопилось в ней бурное, клокочущее и рвалось наружу, пламенем обжигая щеки. Нет, это была не Аина, которую знала Дарьюшка в гимназические годы. В той Аине было много неопределенного, беспричинно порывистого, язвительного. Если кто-нибудь из гимназисток намекал ей, что она фактически не дочь Михайла Михайловича Юскова, то Аина всячески защищала старика, нарочито появлялась с ним в обществе, игнорируя представительного Востротина и даже ссорилась с матерью. И вдруг та самая Аина, которую так хорошо знала Дарьюшка, говорит, что в доме Юскова обман и ложь, и всю жизнь с Гадаловыми, Востротинами, Юсковыми, с их коммерческими и промышленными банками, акционерными обществами, со всеми их привычками и установившимися связями с промышленными и торговыми компаниями Англии, Франции, Бельгии, Японии, Америки надо разрушить, уничтожить, как скверну, как зло, порождающее зло. И что революция — та самая метла, которой простые люди, труженики, мастеровые заводов, железных дорог, солдаты и даже казаки выметут скверну из России. Такого переворота всей жизни Дарьюшка не могла понять, а потому и не верила Аине, догадываясь, что она не свои мысли высказывает, а чьи-то безрассудно принятые близко к сердцу. Так кто же этот внушитель революционных мыслей, подчинивший себе темпераментную подругу? Кто он? Не мексиканец ли, про которого Аина обмолвилась? Дарьюшка слышала от Ионыча, что вместе с подполковником Владимиром Михайловичем приехал некий русский мексиканец Арзур Паоло, бунтовщик и разбойник. Аина продолжала свое. Он говорит, что я могу испугаться, что революции не бал маскарад, но разве я из трусливого десятка, а? Помнишь, как мы ходили тогда на столбы, и я спускалась с перьев? Ты еще кричала «разобьешься!» И мне было жутко. Гляжу вниз, в каменную щель и холод за плечами, а вдруг разобьюсь? И тот парень-скалолаз, который был со мною, помнишь, говорит, если барышня, обдерете спину, не жалко, кожа новая нарастет. Все мы столбисты с ободранными спинами и боками, в лепешку не разбейтесь, вот что важно. Зубами держитесь за камни, и не разбилась же, не струсила. Ты всегда была отчаянной, и буду. Лучше умереть отчаянной в драке, чем трусливая от страха. Я трусливая, да? Ты? Аина секунду подумала. Ты как замок с секретом, никогда не узнаешь, какая ты. А я вся наружу. И тут же, забыв про дарюшку, стиснув ладонями щеки, промолвила горячо и страстно. Люблю, люблю, люблю. Это все как пожар, как наводнение, как ураган, что ли. Несет, несет и жжет, жжет душу, ни сна, ни покоя. Пойду за ним, хоть в огонь, хоть в воду, хоть на смерть. Я буду молиться на его шрамы, на его рубцы в сердце. Да, да, рубцы в сердце. Будет гнать, а я буду идти, идти за ним, всюду и везде. О, Дашенька, если б ты знала. Кто он этот со шрамами и с рубцами в сердце? Не сейчас, не сейчас. Даша, одевайся, там ждут нас сестры терские, помнишь их? Клавдия, Валерия и Анна. Анна вышла замуж. Дарьюшка вздрогнула. Одно слово замуж привело ее в ужас. Сегодня у нас будут генерал и офицеры из гарнизона. Мама специально для них устраивает этот званый ужин. Она же терпеть не может неопределенности и неизвестности. Надо же ей знать, что происходит в гарнизоне, иронизировала Аина. И дядя Сергей обещал познакомиться со своим знаменитым прапорщиком, который спас ему жизнь где-то там на позициях. Когда дивизия попала в какой-то кошель к немцам, не представляю. Он такой представительный и умеренный, дядя Сергей, полковник, князь Толстов. Лопнуть можно, ей-богу, мама носится со своей родословной, а дядя Сергей терпеть не может, если ему кто-нибудь скажет, что он князь. Прошу прощения, я не князь, и лицо сделает строго и холодное. Как на воинском параде. Называет себя демократом. Все толстовы демократы. Не толстые, а толстовы. Терпеть не могу, как он обстоятельно по-немецки все размусоливает, прописывает, будто не доверяет, что книгу будут считать люди думающие, и, может, не глупее. Его лопнуть можно. Ты что, кинула юбку? Ты хочешь, чтобы я ее надела? Конечно. Она с меня сползает. Затянешь ремнем? Да, я тебе помогу. Какая ты тоненькая прелесть. Во французском вкусе. Сказала бы мама. А у меня такие толстые икры. Сдохнуть можно. Боженька, какая ты шикарная. Бабочку подними чуть выше. Как ты собрала волосы? Это же старомод. Видела, как уложено у мамы? Разве это шпильки? Ужас. Вот же в столике и шпильки, и гребни, и всякое-всячина. От английской мисс остались. Если б ты ее видела, вроде нашей классной кобылы. Точь-в-точь. Шикарно. С ума сойдут все офицеры. Ей-богу. Зажмурься, спрысну немножко. Это же французские духи. Чудесно. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Приплясывала Аина, увлекая за собой Дарьюшку. Сестры-тирские чопорно-надутые, вышкаленные, замкнутые в бархатные платья, отделанные стеклярусом с драгоценностями на руках и в ушах, одинаково русые, прямоносые, приняли Дарьюшку придирчиво, взыскательно и не разговорились. Пойдемте же, гости собираются. Тра-ля-ля-ля-ля. Плескалась Аина, не в состоянии присесть хотя бы на минутку. В малом приемном зале, разбившись по кучкам, знатные люди города перемалывали свежие новости. Высокий и прямой востротин в черном фраке, всегда подтянутый и нестареющий блондин, как бы напоминающий своим видом, что он настоящий джентльмен, слушал говорливого и чем-то перепуганного Петра Ивановича Гадалова. Возле них терся коротконогий неуклюжий Чавелев, и голова его круглая, с проплешинами от висков туго вращалась на прямых плечах. Пятеро или шестеро сгрудились под аркой у входа в большой зал. За круглым столиком, уминая мягкий диван, трубил архиерей Енисейской епархии Никон. Чернобородый здоровяк, смахивающий на турка, до того он был черняв, горбонос, и борода кудрявилась, как и у Елизар Елизарыч. Смазанные бриллиантином волосы блестели, как смола. Рядом с ним белобрысый, лобастый, жилистый, словно скрученный из пеньковых веревок в клетчатом пиджаке. Не по ритуалу вечерних приемов, в белой рубашке, расстегнутой чуть не до пупа, в остроносых лакированных штиблетах, Сэмюэл Четтерстворт, серый черт, окуривающий сигарным дымом турецкую бороду его преосвященства. В глубине комнаты в полумраке, утопая до лысины в красном кожаном кресле, спокойно дремал хозяин Михаил Михайлович, а возле него Акут Тао Саяма, японский коммерсант, поставляющий Сибирскому акционерному обществу пароходство, промышленности и торговли, китайские и японские шелка, сиамские платки, вышитые золотом, нелиняющие от стирки, шерстяные ткани, одинаковые с лица и с изнанки, фарфоровые сервизы и электрооборудование, и даже перламутровые пуговки, а заодно собирающий с японской обстоятельностью сведения, ничего общего не имеющие с коммерцией. Человек он был ничем не выдающийся, с приплюснутым носом, как бы раздавленным роговыми очками. Со стариком Юсковым он охотно молчал, сцепив на животе пухлые руки, ожидая господ офицеров из гарнизона. Какие-то будут новости. Старая дева, сестра Евгения Сергеевны, скучающая петербургская дама, охотно приняла племянницу с ее подружками и сразу же выплюснула собственную горечь. Я будто предчувствовала девочке, что никогда уже не встречусь с императрицей. Она меня благословила в дорогу и прослезилась. Такое горе. Кто бы мог подумать, Боже, как жить в России без царя? Это же вопиющее францужинство. Аина подсела к тетушке на подлокотник кресла и, скрестив свои сильные ноги в шагреневых ботинках, спросила. — Она же немка императрица. — Да что ты, милая, православная. Немка, все знают. Потому и в заговоре была с немцами. И генерал Сухомлинов, и все там генералы из генштаба чистые предатели. А императрица покрывала их своим шлейфом. Дядя Сергей говорил. — У моего братца дикая фантазия. Он всегда всех поражал своей фантазией. Никто не знает, что он придумает завтра. — Разве Распутина придумали? — Аина. — А что? Пьяница-развратник, и вдруг святой отец, бык гималайский. И он их там всех, императрицу и хнягинь. — Аина. — Заткнула тетушка уши. — Я тебя предупреждала. — Что тут особенного, тетушка? Вся Россия и весь мир возмущен развратом, каким жили царственные особы. Вчера читала в газете про похождение царицы с Григорием Распутиным. — Оставь, оставь, пожалуйста, слушать. Не хочу про газеты. Это же мразь, почкотня. Через газеты революция произошла. Уволь, уволь, пожалуйста. Сколько раз говорили его величеству, что все газеты надо держать в одной руке. И не было бы смуты. Может, это временное додумается схватить все газеты и все партии в одну руку? Тогда оно удержится. — Если не успеет схватить, партии перервут друг другу горло. И вверх возьмет та партия, какая будет беспощадней. Сам князь Львов говорил так, а он политик. Газеты. Дурно, дурно, Аина. Ты забыла меня познакомить со своей однофамилицей. Как вас милая. — Дарья. — Очень мила. Какая вы бледненькая. Слышала, слышала. Поправляйтесь. Я вот приехала к ним и чувствую себя дурно. Хоть в лазарет ложить. И глушь, глушь. Вот покончат с революцией, и я возьму вас всех в Санкт-Петербург. В Петроград, тетя. Для меня будет всегда только Санкт-Петербург, как его нарекли, от первого камня, от первой сваи, вбитой великим Петром, милая. Аина прыснула в ладонь. Ионыч возвестил, пожаловал, атаман енисейского казачьего войска сотников со свитою. И вот он, атаман, с пожилыми и молодыми сотниками и есаулами. Но Дарьюшка видела только одного есаула, потылица на подтянутого, застегнутого на все пуговицы длинноногого аиста, который даже во сне преследует ее. Как я его ненавижу, боже! Твой кавалер, есаул, сказала Аина. Мой. Как он о тебе заботился? А ты хоть бы раз спросила о нем. Что ты такая? Он интересный. Я его ненавижу. Мучитель насильник. Процедила сквозь зубы Дарьюшка. Если бы я знала, что ты от него приносила подарки. За подарки благодарят, кажется? Я бы от него и жизни приняла в подарок. Вот это здорово удивилась Аина. За что ты на него так ополчилась? Если бы тебя папаша отдал такому вот страусу в придачу к мельнице, ты бы обрадовалась? В придачу к мельнице? И еще одна свита военных, командир 6-й сибирской стрелковой запасной бригады, генерал Каченгин, и он же начальник Красноярского гарнизона, с двумя штабными подполковниками, с подпоручиком-адъютантом, а следом за ними трое штатских по выправке и осанке, не иначе, как бывшие офицеры полевой жандармерии. Генерал сходу поступил к Сотникову. Но, батенька ты мой, как там твои казаки, не знаю, а солдаты в гарнизоне митингуют до хрипоты в глотках. Такого не видывала ни одна армия от сотворения мира. Представьте, господа, в присутствии командира бригады поднимается солдатишка, некий Ильин, и орет на весь полк. «Товарищи! Сгарнизуем совет солдатских депутатов! Товарищи! Революция!» И этого солдатишку, который трем свиньям щей не разольет, избирают председателем полкового комитета, и командир полка, штаб-полковник генерал бригады, должны выслушивать его разглагольствование. «Товарищи! Как вам это нравится, господа?» «Господа помалкивают, атаман пощипывает, ржаные усики. Это же анархия! Гибель армии! Трубит генерал! Россия в состоянии войны, а у нас в запасной бригаде товарищи! Сгарнизуем!» «На что это похоже? Спрашиваю. Что они там думают во временном?» «Кто же знает, что думают во временном?» Аина вспорхнула и увлекла за собой сестер Терских. Надо же послушать генерала. «У меня голова распухла, господа, от митингов. Из округа ни звука. Соображайте, мол, сами. И вот, пожалуйста, создан Совет солдатских депутатов Красноярского гарнизона. В полках, батальонах, ротах и везде одно и то же. Товарищи! Испекли постановление немедленно арестовать бывшего губернатора Гололобова, жандармских офицеров и вашего Ясаула, атаман, как его, Могилева, отозвался атаман. Фу, какая жуткая фамилия. Как бы Ясаула не спровадили по ее прямому звучанию. Он что натворил? Жандармским дивизионом командовал. Да. Генерал помолчал, пригляделся. Кругом свои люди, без товарищей и серой суконки, можно говорить откровенно. Смею сообщить, господа, в гарнизоне выплыли на поверхность агитаторы из социал-демократов. Седьмой полк морально и дисциплинарно разложен ими. Да? А что будет завтра, спрашиваю? Не вздоха в ответ. Кто же знает, что будет в гарнизоне завтра, если сам генерал разводит руками? На митинге седьмого полка, господа, я имел честь выслушать возмутительное выступление прапора Боровикова, к сожалению, полного георгиевского кавалера, прибывшего в гарнизон с фронта с командой полковника Толстого, либерала и потатчика, упомянутого прапора. Это было, господа, щеголеватый подпоручик-адъютант что-то успел шепнуть генералу, и тот, удивленно оглянувшись на хозяйку, поправился, прошу прощения, полковника Толстого, заслуженного воина 11-й Сибирской стрелковой дивизии генерала Лопарева, погибшего смертью храбрых, господа. Что он говорил, этот прапор Боровиков, напомнил атаман. Да-да, это было вопиющее выступление. Призыв к деморализации армии и тыла. Призыв к поражению, господа. Прапор Боровиков начал с того, что он, где с малых лет приобщился к революционной деятельности, в здешнем депо работал кузнецом. Потом он был арестован за подрывную пропаганду и припровожден в ссылку по месту рождения в некую белую елань, которую он назвал самодержавной, черной еланью, живущей по милости царских сатрапов во тьме и невежестве от сотворения мира. Не забыл и о диком староверчестве, и о том, что он будто бы корнями своими уходит к пугачевщине, и что, мол, еще пращур Боровиков. У Дарьюшки дух захватило Боровиков, припровожден в ссылку по месту рождению в некую белую елань. Это он, он, Тимофей Прокопич. Другой белой елани нет в Енисейской губернии. Но он же убит, убит. Дарьюшка своими руками держала извещение о погибшем Тимофее Прокопиче. А голос генерала гремит. Прапор Боровиков призывает солдат верить только социал-демократам фракции большевиков. Да. А все существующие партии, по его утверждению, ничто иное, как обманщики народа, жрущие буржуйские пироги. И что в России, мол, царил бесшабашный произвол. Кровавая тризна царских сатрапов только потому, что у власти стояли жандармы и буржуазии. Надо покончить с буржуазией и с ее партиями, да? Так-то, господа. Мало того, Прапор призывает к прекращению войны, к миру свероломной Германии. Спрашивается, что это как не призыв к поражению, к деморализации армии? И кто такие большевики? Кто знает такую партию? Впервые слышу, сказал Вастротин. Шли какие-то разговоры, припомнил Гадалов. Позвольте ваше превосходительство, подступил генерал Учевелев. Этот Прапор Боровиков арестован? Генерал презрительно фыркнул. У нас же теперь демократия, революция. Господа, мне известно про фракция большевиков, напомнил о своем существовании мистер Серый Черт, подвигаясь к генералу, стоя американской невозмутимостью и свободой, как это принято в кругу близких единомышленников. Был съезд социал-демократической партии, не могу назвать город, но не Россией, нет-нет. На том съезде партии принимал свой программа. Выступал два лидера партии. Русский эмигрант Ленин и философ Плеханов, гуманист-демократ. Лидер Ленин требовал железной дисциплины партии. Философ Плеханов призывал к свободе гуманизму. Было голосование по двум принципам. Принцип Ленина получил большинство голосов и стал по тому большевик. Вот как, надулся генерал, недовольная развязанность американцев. Не знаю, господа, где и как образовались большевики, да и не хочу знать, извините, но вот то, что говорил на митинге седьмого полка прапор Боровиков, могу констатировать, как призыв к деморализации армии, к поражению ДАСС. У них такой программа, не сдавался Серый Черт, не обращая внимания на кислую физиономию его превосходительства. У них такой программа, господа. Лидер Ленин призывал к поражению России в русско-японской кампании, чтобы через поражение на фронте свергнуть самодержавие и захватить власть. И революцией была в 1905 год, но тогда не был временный правительств, через который большевик могут захватить власть. Такой их программа, деморализовать армию, глубокий тыл, вызвать хаос во всей России и захватить власть. Господа подавленно притихли, и джентльмен Вастротен кое-что знал о большевиках. И Гадалов, и Атаман Сотников, и те трое в штатском с военной выправкой, следующей, как тень за генералом, Коченгиным. Знали и помалковали, как молчат люди о злополучном, неизлечимом недуге, чтобы не травить душу. И кто из них, из присутствующих, не помнил события 905 года в Красноярске, во главе которых стояли социал-демократы и большевики. Евгения Сергеевна представила гостям бывшего помощника военного атташе в Союзной Великобритании, подполковника Владимира Михайловича Юскова, 37-летнего мужчину, холостяка, белобрысого и белолицого, как женщину. Подполковник, в свою очередь, представил своего заморского друга, мексиканского революционера, майора мексиканской армии, Арзура Пало, русского эмигранта, с 905 года, что не очень-то обрадовало гостей, еще один из 905. Чевелев недоумевал, русский и вдруг Арзур Пало, из армян, что ли. Подполковник Юсков разъяснил, что так прозвали в Мексике Арсентия Ивановича Гриву, участника восстания московских рабочих в 905 году, бежавшего потом за границу, сына известного, минусинского, ссыльного народовольца Ивана Прохорыча Гривы. Арзур Пало, одногодок подполковника Юскова, сидящий, брюнет гвардейского роста, с глубокими шрамами на щеке и лбу. В армейском френче без погон, в бриджах и в ботинках с крагами сдержанно ответил Чевелеву о годах эмиграции, заметив, что он рад возвращению в Россию, тем более, что самодержавие рухнуло. Подгнившие устои русского самодержавия не выдержали и распались. Вчерашние вершители судеб страны сошли со сцены, уступив свое место народу, революции. И что Россия теперь возродится, как сказочная птица Феникс, из собственного пепла и станет свободной, социалистической. Такое предсказание русского мексиканца подействовало на всех гостей, как холодный душ в сорокоградусный мороз. Генерал Кочингин, подергывая плечами, отошел с атаманом в сторону, а за ним офицеры. Гадалов и Вастротин попытались уйти, но их успела перехватить хозяйка. Прошу к столу, господа. Мы же собрались с ним митинговать, надеюсь. Господа обрадовались. Наконец-то настал час подзакусить и выпить. Все это время Дарюшка сидела как на иголках и верила и не верила. Неужели он жив? Неужели? Голубушка, что с тобой? Стиснула руку Дарюшки, старая дева. Ничего, очнулась Дарюшка. Да чего холодная у тебя рука? Зову-зову, не слышишь. Подбежала Аина, румяная, возбужденная, круто развернулась, обняла Дарюшку, спросила. Слышала, что говорил генерал про прапора Боровикова? Да. Он назвал вашу белую елань. Это не тот большевик, по которого ты говорила. Было извещение, машинально промолвила Дарюшка, судорожно сцепив пальцы и хрустнув суставами. Какое извещение? О смерти погиб в боях с немцами. Ты про кого? Ну, про Боровикова. Ничего не понимаю, тряхнула каштановыми локонами Аина и позвала тетушку с Дарюшкой к столу. А вы меня поддержите, барышня, попросила старая дева. Мне ведь подпорки нужны. Подагра, подагра. Устроив тетушку с подругой в обществе его преосвященства и мистера серого черта, Аина облюбовала себе местечко, втиснувшись между подполковником Владимиром Михайловичем и Арзуром Палом. Рассаживая гостей, привечая и улыбаясь каждому, хозяйка забыла про Михаила Михайловича. Кто-то шепнул ей, и она убежала в малый зал, подняла там старика, встряхнула, привела и чопорно усадила на место хозяина. Старик беспомощно оглянулся. Один и два ряда гостей, любезных, энергичных, голодных, молодых и тех, кто всячески скрывает старость. А вот он не может петь петухом. Господи, помилуй. Речь говорить надо, подумал старик, неловко прикрепляя салфетку и чувствуя, что лысина у него сейчас мокрая и блестит, наверное, как японское фарфоровое блюдо. Она меня усадила на посмешище, хлопал глазами Михаила Михайловича, глядя, как батарея от потевших бутылок с выдержанными винами, на закуски и приборы, фужеры с сельтерской, на коньяки и шампанское, в ведерке со льдом, на горке фруктов, и все это вскоре будет уничтожено, съедено и выпито во имя революции. И вчера был такой же стол и два ряда гостей, именитых чиновников, среди которых выделялся Крутовский, Нашинский, Еринский. Были артисты, фортепьянная музыка, толстущая певичка драла горло, он, старик, отупело глядел на всех, проклинал вертихвозку-разорительницу, призывая на ее голову все муки ада, погоди уже, умру, голышом из дома выпрыгнешь зми ища. Сборище, отборное, весомое, как золотые кирпичи, тайно запрятанные в сейфе. Каждый из именитых гадалов, востротен, Чевелев, может выкинуть на стол миллион и кутнуть всем городом, и на чужой пирог хватки. Что они на него уставились, как на диковинного зверя, речи ждут. Сказать разве о союзе 17 октября к месту ли? Или о Нашинской партии кадетов? Но разве кому-нибудь из них нужна конституция и демократия? Одни лишь разговоры, вот он, старик, видит всех и будто слышит шепот царя бы нам, царя-батюшку, да плетями бы, шампалами по мужичьим и мазутным телесам. Михаила бы на престол, а революцию под стол, в преисподнюю ко всем чертям. Еще вот эсеры, социалисты-революционеры, какие они революционеры. Немало от них откололось, таких, которые с 906 года называли себя партией народных социалистов, ходят в одной упряжке с Нашинской партией. И даже сам Столыпин в свое время пощадил таких эсеров, предал суду только фракцию социал-демократов. И атаман сотников в таких же эсерах ходит, и генерал Кочингин, и Востротин метит туда же, да все, не сюда и сюда. А лучше бы прихлопнуть все партии, чтоб люди делом занимались, а не митинговали, не жрали чужих крабов, не потягивали чужие вина, они ж денег стоят. Золото пьют и жрут, каждая бутылочка на золотую ладонь положено не задарма. Сухомлина вопоминают великого князя Николая Николаевича, генерала Брусилова. Ах да, война же. Это ничего, война. Необходимо, как пиявки, без нее не прожить. Народишко заскорузнит в сонности. Война она ничего, стоящее дело. Обороты поднялись, банковские реестры пучатся от прибыли. Давай, давай. Деньги гребут лопатами. Не все, конечно, а деловые люди. Как вот Гадалов, Чевелев, Востротин, и он, Юсков. Старик чмокает губами, не думает. Плавно, без нажима. Ему никто не мешает. Без речи обошлись. Все заняты разглагольствованием генерала Коченгина, Краснобай. Что еще за советы солдатских депутатов? Что-то вроде из 905-го. Тогда такие же советы объявились, как на грех уши заложило. Шипит и шипит в ушах, будто вода вскипает. Хоть бы кто рядом сидел, спросить бы. Вот и мексиканец заговорил. Фу, как невоздержанно и непочтительно. Генерал же перед ним. Что он бубнит про революцию в Мексике? Еще чего не хватало. Пьют, 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 золото пьют, а пустыми словами расплачиваются. Ай, все она, блудница и скверна. Старик налил себе коньячку, сплеснул на брюссельскую скатерть, выпил, огонь ударил по жилам и в ушах что-то щелкнуло. Еще налил рюмочку и, не закусывая, пропустил по горлу пламя. Совсем хорошо. Так-то, господа, великолепные крабы, окутал саямом, пальчики оближешь, шельмецы и пошки флотилии рыбаков держат в русских водах. Из-за наших же крабов, из наших же карманов, золото целят наглецы. Дарьюшку заговаривал серый черт, давящего заставляя выпить рюмочку выдержанного бургундского вина. Да еще старая дева бубнила, и Дарьюшка сдалась. Потом еще рюмочка и кровь кинулась в щеки, и Дарьюшка подумала, и окажется совсем пьяная. Сотрапезники показались ей неестественно, возбужденными, комичными, особенно генерал с его трубным голосом, призывающий к строжайшей дисциплине в армии, в казачьем войске, без чего нельзя побить немцев, австрийцев, венгров, турок и болгар. К чему бить немцев? Какие странные мужчины. Им бы только кого-то бить и самим быть битами. Ни милосердия, ни любви к ближнему, я пьяная, пьяная, пьяная. Случайно столкнулась с призывными глазами Ясаула Патылицина. Он так и впился в Дарьюшку. Хотел что-то сказать, но Дарьюшка нашла в себе силы отвернуться. А тут опять серый черт. Ви, необыкновенно молчаливый мисс Дарья. Мадам Юсков, Ви, родственница господин Юскова. Одна фамилия. В Америке очень много одна фамилия. Ви, поехал бы Америка? Нет. Пошему? Я русская. В Америке очень много русских людей. Очень много. Америка интернациональный государств. Великие штаты изумительные совершенства. Я бы мог дать вам дорогу Америка. И вы, Билл, очень счастлив мисс Дарья. Твердое имя мисс Аина Мягчий. Старая дева подсказала американцу ее можно звать Дашей. Даша. Даша, о, как паша звучит. Хорошо. Ионыч что-то шепнул в золотую серьгу хозяйки и та, поднимаясь радостно, сообщила Господа, сейчас пожалует виновник нашего торжества мой брат князь Сергей Сергеевич Толстов с офицерами. Дарьюшка поразилась, до чего же белая голова у полковника Толстого, совершенно белая, а лицом молодой и добродушной, наверное, какая виноватая у него улыбка. Прошу прощения, господа, поклонился полковник, приложив руку к золотому крестику на груди. Разрешите представить? И указав рукою прапорщик Алексей Акулов, штабс-капитан Юрий Соколов, и повернувшись в полоборота. Особо хочу представить героя нашей дивизии, полный георгиевский кавалер, прапорщик Боровиков, которому я обязан жизнью и честью. В трудный момент, когда наша дивизия оказалась у немцев в окружении, рядовой Боровиков нашел в себе силу и мужество, находчивость и смелость, чтобы принять на себя командование батальоном, и тем спас штаб дивизии. Это же он, он, воскресший из мертвых, он, он, он. Дарьюшка больше никого не видела и ничего не слышала. Какое ей дело до именитых гостей, если вот здесь рядом он, он, ее, любой. Хозяйка усадила брата полковника с офицерами на почетное место лицом к хозяину. Генерал провозгласил ТОС за войну до победного конца, за отважных георгиевских кавалеров, за славу русского оружия, за доблестного полковника князя Толстого, за штабс-капитана Юрия Соколова и сразу же ура и все выпили. У генерала язык не повернулся назвать прапоров Акулова и Боровикова. Дарьюшка не сумела выпить, руки тряслись, рюмку не удержать, что-то сказала тетушка, мистер серый черт, ах, как они ей надоели. Он ее не видит, Тимофей, как он возмужал, в плечах стал шире. На новеньком мундире кресты, кресты и медали, медали, и одна звездочка на погоне. Он очень сдержан, и щека у него дергается. Дарьюшка видит его руки, рабочие руки, он ее ласкал этими руками и нес поймой поднялась хозяйка, величественная и красивая, и даже рюмка в ее руке под цветом электрической люстры наполнилась оранжевым сиянием. Милые дорогие гости, певуче заговорила хозяйка, я не военная, и да простит мне Бог, не хочу быть военной, я женщина, и как все женщины хрупкое создание. Когда я узнала от брата, какой ужас пережил он на фронте, я плакала, плакала, единственное, что мы умеем, женщины, и я молилась Богу, что мой брат вырвался из пекла ада. И разве я, сестра, могу остаться равнодушной к тому, кто спас жизнь и честь моего брата? Я благодарна буду ему всю жизнь, Тимофею Боровикову. Он молодой и простит меня, что я его называю запросто. И пусть тебе светит солнце, мой юный друг. Я пью за его здоровье и вас прошу гостя. Спасибо, сестра, поклонился полковник. И тут Тимофей увидел Дарьюшку, выпрямился, и будто испугался, она или не она. Дарьюшка, он приглашает тебя выпить, заметила хозяйка. Что же ты, а? Они из одной деревни. Кто это сказал? Аина? У Дарьюшки дух захватило. Дарья Елизаровна, медленно и трудно, выговорил Тимофей. О, подхватила хозяйка, вы знакомы с Дашей, очень мило. Что же ты, Даша, что с тобой? У Дарьюшки спазмы в горле и сушь, сушь, не хватает воздуха. Сейчас она закашляется, где же платок и платка нет? Скорее бы, скорее бы уйти, чтобы он не видел и не слышал. Вы ее извините, сказала хозяйка, ей не здоровится. К Тимофею подошла бесстрашная Аина. Я подруга Даши, Аина. Вы, правда, из одной деревни? Вот интересно. Не обижайтесь на нее, она долго болела и еще не совсем поправилась. Она такая славная. Правда, что вы большевик? Она вам сказала. Сам генерал говорил, шепотом ответила Аина. А Дарьюшка говорила, что в Белой Елане был один ссыльный большевик, но не сказала кто. Тимофей ничего не ответил. Сегодня вы разговаривали в гарнизоне с Арзуром Пало? спросила Боровикова Аина. Да, а что? Он просит вас остаться после ужина, и я прошу. Он ведь русский, и фамилия у него Грива. Арсентий Грива. В Мексике он был профессором университета, а в 905-м он был в Москве. Он говорил, не сердитесь на Дашу, и с той же поспешностью упорхнула на другую сторону стола. Прапорщик Акулов поднял рюмку. Пью за тех, кто не уронил в грязь знамя революции. Господи, помилуй, опять революция, таращился на прапорщиков были, господа, эти свиньи. Он им напомнит, что бы такое сказать, что бы отрезвить горячей головой зеленых прапорщиков. Ах, да. Шурин, полковник, упомянул фамилии генерала Лопарева и Боровикова. Вертлявая Аина обмолвилась, что Боровиков из одного села с Дарьей Юсковой из Белой Елани. Из тех Боровиковых он его сейчас подденет прапорщика. Михаил Михайлович поднялся. Почтенные, позвольте. Евгения Сергеевна перепугалась. Сейчас что-нибудь бухнет не кстати. Просим, Михаил Михайлович. Давно ждем. Приятно. Очень рад, очень рад. Тут вот Шурин мой упомянул фамилию генерала Лопарева. Не знаком с ним, но фамилию слышал. И Боровикова так же. Помолчал, собираясь с духом. Как на зло мысли рвутся, расплываются. Э, революция вот. Но как ее понимать, почтенный? Господин мексиканец говорил про обновление, оздоровление общества и про Мексику. Слушал и думал. Скажу почтенный одну быль нашего юсковского корня. Евгения Сергеевна схватилась за щеки, чего боялась, то и сбылось. Старик и в самом деле выжил из ума. В давние времена в светлой памяти царствования Николая I в Санкт-Петербурге офицеры и некоторые генералы подняли бунт. И тот бунт назвали революцией. К власти рвались безрассудные головы. И кровь лилась, и суд вершился. Михаил Михайлович, взбодрив себя еще одной рюмочкой коньяку, продолжал рассказывать дамам и господам о событиях давно минувших дней, нарочито перевирая их. Один из осужденных на каторгу офицеров-лопарев бежал с этапа и случайно попал в общину Раскольников на реке Ишиме. Ту общину из Поморья в Сибирь вел пугачевец Филарет Боровиков. Сам себя и почитавший из Иисуса Христа. Кто не признавал Филарета Иисусом Христом, тех уничтожали, жгли огнем, пытали каленым железом, распинали на крестах. Мою матушку Ефимию Авакумовну Филарет подверг такой вот пытке и сжег бы, если бы ее не спас беглый декабрист Лопарев. Запамятовал, как там было дальше в общине, и помню, мать говорила, что кто-то из сынов Филарета Боровикова зарезал ножом Лопарев. А потом и власти приехали, арестовали разбойников и самого Филарета в Тоболе утопили. Или во сроке сдохли, запамятовал. Говорю к тому, не будет ли теперь так же, как в той общине Филаретовой? Не полезут ли в революцию преступники и головорезы? Не учинят ли резню и всесветное побоище? Подумать надо. Ох, как подумать! Перережут горло, не подумаешь. Без головы тела не думай-то. Покойно надо жить, господа, покойно. Дело-дело. Вот наша эй-революция не в смуте, не в митингах, а дело-дело. Гадалов облобызал Михаилу Михайловичу и прослезился. И сам генерал Кочингин был в восторге, и атаман сотников со своими сотниками и ясаулами, и Чевелев от восторга хлопал пухлыми ладонями, но не возрадовалась хозяйка Евгения Сергеевна, ее брат Сергей Сергеевич, не говоря уж о прапорщиках. У Тимофея вспухли жилваки на скулу. Что это, публичное посрамление? Но он не из тех, чтобы уйти, не ответив. Позвольте, господа. И встал, поклонившись хозяйке. Я из Боровиковского корня, того самого Филарета, про которого говорил хозяин. Каков был Филарет, дело давнее, в книгах не записанное, а вот от живой свидетельницы Ефимия Вакумовны слышал, что сам Филарет был жесток, но чужого добра не присваивал. Того барина Лопарева, по словам Ефимии Вакумовны, зарезал ее родной дядя, Третьяк Юсков. Третьяк похитил общинное золото, и Лопарев требовал, чтобы он вернул золото в общину. Для Третьяка, оказалось, легче человека зарезать, чем вернуть украденное. Михаил Михайлович хлопал глазами. Эка и напасть. Старуха сама себя говорила. Но кто может подтвердить, а никто? Эй, молодой человек, не так было, кому же знать, как не мне. Вроде Юсковых воров нет. И хлопнул ладонью по тарелке, звон раздался. Эка и свинство, прости меня, Господи, в моем же доме. Михаила Михайлович пристыдила жена. Какая у вас плохая память. Все было так, как сказал молодой человек. Я тому свидетельница. Помилуй меня, Евгения. Разве ты шла с общиной Филарета? Достаточно того, что я наслышалась от вашей матушки Ефимии Авакумовны, отпарировала супруга. Дня не проходило, чтобы моя свекровь не проклинала убийцу, дядю Третьяка, который зарезал беглого каторжника Лопарева. И это вы сами прекрасно знаете со слов матери. Или забыли, как она говорила вам, что Михаила Данилович, ваш родной батюшка, убил потом Калистрата, которого вообще не звали Брыластым Боровым, за то, что Калистрат выдал беглых каторжников Тобольскому исправнику и какой-то земской расправе. Понятия не имеет. Да и чем гордится Михаил Михайлович? Юсковы-то сами из беглых каторжников. Если верить вашей матушке, все они бежали из Москвы после того, как французов прогнали. Что они натворили в Москве с французами, вам лучше знать. Эй, Евгения, ехидна у Михала Михайловича лицо поплыло на бок. Ужин расстроился. Это был он, он, Тимофей. Что же теперь делать? Она его узнала и все вспомнила, но он совсем не такой, каким был тогда в Белой Елане. И он ее узнал. Она видела, что он ее узнал. Было лето, и трещали кузнечики, и я была такая счастливая. И он сказал мне, что я белая птица, но ведь это было тогда, давно в прежней жизни, в которую я никогда не вернусь. Они все думают, что я забыл о мерах жизни, пусть-пусть, но я-то знаю, что перешла в третью меру, и скоро перейду в четвертую, скоро. Дарюшка ходит, ходит по комнате, если они узнают, какие у меня мысли, опять замкнут в палату к идиоту-доктору. Они все там идиоты, а воображают себя умными, нормальными. Только старичок-фельдшер, настоящий человек. Шумом влетела Аина. Боженька, если бы ты слышала, как мама посадила старикашку в лужу, по самые уши, выжила из ума, а еще хрохорится. Что так взглянула? Ничего так. Он хочет с тобой поговорить. Кто? Кто же? Прапорщик Боровиков. Как будто не знаешь. Он мне нравится позвать. Дарюшка вздрогнула. Ты с ним встречалась там? Где там? В Белой Елане, конечно. Дарюшка покачала головой. Но ты же сама сказала. Я не о том. Это было Дарюшка, чуть не проговорилась, хотела сказать, во второй мере жизни. Но вовремя прикусила язык. Что было? Ничего, просто так. Да что ты, Даша, как будто тебя чем прихлопнула. Он говорит, что искал тебя в этой психичке, и доктор сказал, что тебя нет. Отправили будто в Томск. А из Томска ответили, что и там тебя нет, свинья этот доктор с бородкой. Он спрашивал в психичке. Как он узнал? Еще в Белой Елане узнал. Он был там в отпуске. Я ему сказала, что ты теперь забыла про всякие меры жизни, но еще кашляешь. Так это совсем другая болезнь. Я так рада, что у тебя прошло это. Да-да, прошло. Забыла сказать. Ты встречалась на пароходе с капитаном Гривой? Такой представительный, интересный. Это же дядя мексиканца, Арсения Ивановича. Они так хорошо встретились. Это же наш капитан Тимофей Грива. Мама им очень дорожит. Он тоже спрашивал про тебя и говорил, как ты его испугала пятью мерами жизни. Умора. Вот интересно бы послушать этих психических, чего они там только не изображают. И Наполеон, говорят, есть в больнице, и какая-то великая княгиня из судомоек. Умора. Ударюшки захолонуло сердце, и руки упали вдоль тела. Как жить ей, с кем быть откровенной, и отвести душу. Все ее приняли за сумасшедшую, если бы спросить сейчас Аину, в какой мере овцы и волки. Грабители и те, кого грабят, жандармы и арестанты, все они в одной мере, под одним навесом и в одной постели, и капитан, и хозяйка парохода. Еще бормочут про какую-то революцию. Я его позову, и не ожидая ответа, Аина выскочила за дверь. Дарьюшка замерла, сильно стучало сердце. Почему-то увидела сперва кресты и медали, а потом лацканы карманов и щепотку рыжих усиков. С глазами побоялась встретиться. Здравствуй, Дарьюшка. Здравствуйте, тихо ответила Дарьюшка и взглянула на Аину через плечо Тимофея. Я вас оставлю, поговорите, земляки. А земляки минуту молчали, словно между ними была каменная стена под самое небо, и они не ведали, хватит ли у них сил проломить стену. Он говорит, что искал ее везде и не получал ответа на письма из Белой Ела, и что письма перехватывал ее дядя Урядник. «Они такие, все перехватывают», отозвалась Дарьюшка. «Если бы я знал, что с тобой случилось, со мной ничего не случилось. Простыло, и потом воспаление легких, еще кашляю. Я все знаю, Дарьюшка, все, что все. До какого состояния они тебя довели, живоглоты? За такое издевательство не надо, ради бога». Тимофей явственно слышал, как тикал в грудном кармане его трофейный мозор, и странно, тиканье его часов в тишине большой комнаты будто бы загадочно перезванивалось с мелодичным подпевом чьих-то других часов, так, наверное, бьются два сердца. Дарьюшка. Он и тогда называл ее Дарьюшкой, и она узнала его голос, призывный и ласковый, как зов весны, и таинственный шелест пробуждающихся деревьев. «Ты не забыла меня?» Она вздохнула, не в силах унять, противный стук зубов, тоненькая, от ног до пояса черная, потом девственно белая, до уложенных на затылке черных волос. Свет от настенной матовой лампы падал на ее лицо, темнил подбородок, резко отпечатывая черную бархатную бабочку на стоячем белом воротничке, закрывающем шею. Он, Тимофей, стоял еще у двери, в тени от бра, смягчающим защитный цвет его френча с накладными карманами, армейский ремень с медной пряжкой и только носки лакированных сапог неприятно поблескивали. Какой он высокий плечистый! Протянув руки, он шагнул, скрипнув сапогами, и каменная стена враз рухнула, и глаза Дарьюшки, расширенные, тревожно ожидающие, сухие, увлажнились и заблестели. Дарьюшка, проговорил он с придыхом и горячо с силою прижал ее хрупкое тело к своей груди. Она успела наклонить голову, ткнувшись носом в холодный золотой крест. Не надо, ради Бога! Взмолилась она, упираясь руками в его плечи. Ради Бога! И вдруг послышалось, что в груди трещат кузнечики, тики-тики-тики-тики, моя ты белая птица. Не птица, не птица, нет-нет, я должна сказать, не сейчас, потом, так сразу, ради Бога, если бы я знала, и та похоронная, и все-все против нас, Боже, весь белый свет против нас, Боже, не надо, не надо, я не могу без тебя, Дарьюшка. Одна единственная моя радость, нет-нет, я должна, она так и не собралась с духом сказать нечто тайное, сокровенное, и чтобы он понял, как далеко они теперь друг от друга, и что минувшие годы пролегли между ними глубокой трещиной, и кто знает, есть ли сила на свете, чтобы сдвинуть горы в кучу, если даже очень молишься Богу. Ты помнишь, сказала, что вечно будешь ждать меня, и что ты моя жена. Боже, помоги мне, я столько пережила, и такие люди, дай мне подумать, я сегодня из больницы, из психички, ты же знаешь, ты же выздоровела, Дарьюшка. Крест, да больна, надавил нос. Скажи, пожалуйста, ты веришь, что люди живут в одной мере жизни, и у человека одна мера, в одной мере, как это понятно. Один старик сказал, отец твой, Прокопий Веденеевич, что у каждого человека пять мер жизни. Есть кого слушать. Он зачитался Библией, и совесть окончательно потерял. Такое натворил, что уши вянули. А если, если я верю, и замерла в ожидании ответа. Пройдет, Дарьюшка, успокоил Тимофей. Если стариков слушать дня, не проживешь от скуки. И мой папаша, не из пророков, уткнулся в Библию, а жизнь прошла мимо. Не в Библию надо верить, не в апостолов, а собственному разуму и собственной силе. Надо жизнь перестроить, вот в чем штука. Революция нам поможет. Он меня совсем не понимает и никогда не поймет. Обожгло Дарьюшку, и она вспомнила презренного прапорщика, когда тот мучил ее в караульном помещении возле тюрьмы. Подлец, подлец. Я верю, верю, и вечно буду верить, запальчиво проговорила Дарьюшка с силой, отстранившись от Тимофея. Был такой офицер, который... Он надсмеялся подлец. Ясаул Патылицын? Нет-нет, там, в Минусинске, в тюрьме. И что он, тот офицер? Не надо, ради бога. Дарьюшка закрыла лицо ладонями и отвернулась. Тимофей не сошел с места, когда раздался стук в дверь, и неугомонная Аина притащила за собою прапорщика Акулова. Мы вам не помешали, надеюсь? Что ты, Дарьюшка, опять тебе плохо? Нет-нет, ничего. Ну да встряхнись ты, что вы ей не поможете, уперлась Аина в Тимофея. Ночь такая чудесная. Индюки расползлись, и мы гулять будем, танцевать будем. Дарьюшка отказалась от веселья, нездоровиться. Вызвать доктора? Не надо, не надо, мне просто надо лежать. И все пройдет. Сегодня из больницы и такая ночь. Без ночи жалостливо улыбнулась прапорщиком. Аина ушла с Акуловым, Тимофей задержался, он хотел побыть с Дарьюшкой. Оставьте меня, Тимофей Прокопич. Сейчас я ничего не скажу, так все сразу. Буду лежать и думать, думать, так мне будет легче. Тимофей потихоньку вышел из комнаты и, не задерживаясь, в доме Юсковых уехал в гарнизон. Вот как он встретился с Дарьюшкой. Она и не она. Где же та Дарьюшка? Может, он ее найдет еще? Легко и красиво танцевала Аина с Арзуром Палло, неотрывно глядя ему в лицо и сполосованное шрамами. И на шее у него шрам, уходящий под воротничок. Только сейчас заметила, для Аины Арзур Палло был самым интересным и представительным мужчиной, и она не взглянула бы теперь ни на одно лицо без шрама. И на правой руке у него шрам, и вместо мизинца коротенький обрубок. Да, русский мексиканец побывал в переделках. Я буду молиться на твои шрамы, промолвила Аина, и Арзур Палло чуть усмехнулся, но не иронически, как всегда, а доверительно понимающий. Я хочу знать все, все про революцию в Мексике. Обещай, что ничего не скроешь. Обещаю, что было в Мексике не военные тайны. И военные тайны хочу знать. У меня их пока нет, но будут. Кто знает, все равно я должна все, все знать. Все знать невозможно. Возможно, я обязательно буду знать все, что касается твоей и моей жизни. А он, Арзур Палло, все еще не доверял дочери Юскова, чересчур откровенно порывисто, не кинется ли она в сторону с той же стремительностью, с какой ищет близости с ним сейчас. Но он истосковался по русской женщине. Там, в Мексике, он всегда думал о русской женщине. До 905-го не успел жениться, но он любил тогда девушку, курсистку Московского университета. И сам блестяще закончил в том же университете физико-математический факультет. Был одним из сочувствующих революционному движению в России, хотя не состоял ни в одной партии. Нет, он ни разу не был арестов. Товарищи берегли талантливого математика. Но когда вспыхнуло восстание, он сам явился на красную пресню на баррикады. От сабельного казачьего удара остался глубокий шрам на лбу через левую бровь и мизинец оторвало с рикошетившей пулей. И опять выручили товарищи, спрятали, сберегли и достали паспорт для поездки в Мексику на имя болгарина Арзура Палло. Он никак не мог понять, почему именно в Мексику. Не во Францию, Швейцарию, а именно в Мексику. Товарищи говорили, такой подвернулся. Паспорт во Францию и особенно в Швейцарию стоил значительно дороже. И он потерял ту девушку-курсиску. Что стало с ней за 12 минувших лет, кто знает. Но он ее помнил, дочь акцизного чиновника, какая она была, смуглая, высокая и постоянно сосредоточенная. Вот и все, что уцелело в памяти. Аина совсем другая, бурная и нетерпеливая. Отдай все сразу. Ей 23, а ему 37. 14 лет большой прыжок. Со вчерашнего вечера они на ты. Если она всегда будет такая, жизнь промчится птицей и страшно будет умереть, думал Арзур. Она вся из темперамента и песни. И эти ее каштановые волосы и зовущие глаза все-все русское. Он чувствует под своими ладонями ее упругое тело, ощущает ее ровное дыхание. Видит ее синие-синие глаза, черные ресницы и брови, мочки ушей с сережками. Ему кажется, что он ее знал давно. Я люблю, люблю его. Пела в душе Аины Арзур, Арзур. Я буду звать его Арзуром, а не Арсентием. Я буду благодарна ему, что он разбудил меня и жизнь открылась, которой я не знала. Смешно ей Богу, что я хотела остаться старой девой, как Тирски. Нет, нет, противно быть старой девой. Противоестественно. Что-то поет, поет во мне. Какая-то музыка. Хочется сказать ему что-то серьезное, но я не могу сосредоточиться. Они молчали, но он понимал ее без слов. Говорили ее сияющие глаза, полураскрытый рот с усмешкой, и вся она в его сильных руках, осязаемая, понятная, стала как бы составной частью его жизни. И вот он кружится, кружится с ней в танце, все более и более поддаваясь опьяняющему чувству близости и единения. Ему теперь нравится ее непосредственность и внезапность, откровенность без гримасы и ужимок, ее беспредельная доверчивость, и особенно то, как она вчера просто сообщила ему, что она чужая в доме Юскова, и что старик собственноручно записал это на гербовой бумаге в здравом уме и твердой памяти. И тогда Арзур назвал ее на «ты». В пятом часу утра, когда в гостиной остались Евгения Сергеевна с Аиной и Арзур, Палла, возле дома хлопнули два выстрела. «Боже!» отозвалась на звон стекол Евгения Сергеевна. Из винтовок вернулся из дома, за ним Аина. Мартовский приморозок льдом подернул лужицы возле открытых ворот, и тут в пяти шагах от ворот три солдата, склонившись, кого-то разглядывали у своих ног. «Живой, будто», проговорил один из солдат. «Готов», ответил другой. «Тащить придется, вот сволочь, как стриганул в буржуйский дом». Солдат увидел человека во френче. «Стой!» «Что тут случилось?» остановился Арзур Палла. «Разговаривай!» «Видно, ждали гостя». И ворота специально открыли. Двое других солдат тоже подняли винтовки, щелкнув затворами, третий митинговал. «Гляди, товарищи, этот вот гад во френче без погонов, определенно из жандармов, определенно!» «Ошибаетесь!» «Руки вверх, говорю!» «И ты, голубка, пойдешь, доставим вас в совет, а там разузнаем, кого вы поджидали этой ночью». «Верно, говорю, товарищи?» «Верно!» «С волота и Саул в дом бежал». «Что же, я пойду с вами, а девушку отпустите!» «Но должен сказать вам, солдаты, я пока еще гость в вашем городе». И Арзур Пало сказал на французском, повернувшись к Аине, что он в Мексике посадил бы солдат в тюрьму за убийство. Трое одного догнать не могли. Пусть бы конвоируемый забежал в ворота, но ведь и заграды выхода другого нет. И кроме того, разве у солдат ноги деревянные?» Митинговавший солдат заметно поостыл и, опустив винтовку, спросил, «Ты из каких? Майор Мексиканской революционной армии генерала Сапата. Какой такой Мексиканской? Что ты там мозги крутишь?» «Идемте в ваш совет, и вы узнаете, что за Мексиканская революционная армия и где она находится. Повторяю вам на русском языке, если бы мои солдаты революционной армии трое не доставили бы по назначению одного арестованного, я бы приказал посадить их в тюрьму. Или у вас деревянные ноги, и вы не могли догнать арестованного?» Минуту собирались с ответом. «Приказано при побеге стрелять. В том случае стрелять, если точно знаете, что не сумеете догнать. Пусть бы забежал в ограду, ну а дальше куда?» «Нашел бы, небось!» «Дон живой еще», сказал Арзур. «И про слово ребятам. Ноги подбирай. А ну, поволокем. Живой гад. Ясаул Могилев. Сволота первый номер. Сколь порубил людей зверюга в 905-м, а тут испугался, что судить будут или в тюрьме придушат гада. Само собой, это звались солдаты. И арестованного потащили. Аина, не вымолвив ни слова за все время, только сейчас опомнилась. «Разве, разве это необходимо так, а обязательно? Они ж могли догнать его. Могли и не догнать, возразил Арзур Пала. Но почему Ясаул кинулся к вашей ограде? Он, он бывал у старика, и двор знает. Он бы тут мог спрятаться или через двор выбежать на Благовещенскую. А ужасно. Революция оставляет свои следы», подвел итог Арзур Пала. Кто-кто, а он-то знал, каковы бывают следы революции. Зависть вторая. Стычка с русскими солдатами у ворот дома Юсковых подействовала на Арзура Пала неприятно. Для русских он был чужаком, мексиканцем, путающимся в ногах революции. Как же это могло случиться? Он помнит сестренку Селестину, брата, зарубленного казаками, мать еще в 1907 году под Красноярском. Помнит отца доктора Гриву, сосланного из Севастополя. Отец. Именно отец сослан был за подпольную деятельность и принадлежность к партии РСДРП. Такой ли он теперь отец? Он будто видит его вечно лохматого, непримиримого со скверной жизни экспериментатора природы, почему-то боится поехать сейчас в Минусинск и встретиться с ним. Ты не оправдал моих надежд, Арсентий, будто слышит он голос отца. Какое нам дело до Мексики, если в самой России нет порядка? Но он, Арзур Арсентий, как и тысячи других русских эмигрантов, начиная от Герцена, не мог вернуться в Россию только для того, чтобы сидеть в тюрьме. В эмиграции сейчас лидер социал-демократов Ленин. Арзур читал его брошюры и не уверен, все ли ему ясно в учении Ленина и кто он Ленин. Эрудит, судя по брошюре, а по стилю оратор. Он читал брошюры Мартова, Плеханова и даже речи Милюкова и Прокоповича. Он многое перечитал из русской политической литературы еще в Лондоне прошлой зимой и теперь в Красноярске, но так и не уяснил, какая же партия достойна, чтобы сказать самому себе «Это моя партия». За девять суток жизни в Красноярске, это же так мало, Арзур Пало встречался с мастеровыми депо, бывал в гарнизоне и сошелся там с прапорщиками Боровиковым и Алексеем Акуловым. Боровиков понравился, настоящий военный и умный парень, волевой и твердый офицер, но и от прапорщиков он ничего путного не узнал. У них своих забот по горло, особенно сейчас, когда созданы советы солдатских депутатов. Спать и пустословить некогда. Но вот Арзур Пало встретился с Яковом Дубровинским, красивым и внушительным человеком с черными пышными усами, как у запорожца. Дубровинский испытан ссылками и арестами. Брат его был известным революционером и умер в Красноярске. Яков Дубровинский, конечно, разбирался в революционном движении России. Он уверен, что Россия в конечном итоге будет социалистической. Такое утверждение никак не укладывалось в сознание Арзура Пало. Ну, а какая партия? Дубровинский и тут не сомневался. Только социал-демократическая. Но почему только эта партия? Есть еще социал-революционеры, вздор, эсеры, все равно, что кадеты. И что такое кадеты? Кадеты – конституционно-демократическая партия в буржуазии. Ленин их заклеймил беспощадно. Сравнивая кадетов с октябристами, он говорил, что как те, так и другие мечтают об идеально буржуазном обществе. Лидер кадетов Милюков – профессор истории Московского университета. «Я его знаю», сказал Дубровинскому Арзур Пало. «Я же окончил Московский университет». Да, Милюков – крупный оратор и знаток международных отношений. Он – идейный вождь русской буржуазии. Его статьи о захвате Галиции, Турецкой Армении и Черноморских проливов Арзур Пало читал еще в Лондоне, но не знал, что у Милюкова кличка Милюк-Дарданельский. И все-таки Арзур Пало не понимал Дубровинского, почему в России должна быть одна РСДРП. «Я против всякой диктатуры», заявил он Дубровинскому. «Диктатура исключает свободу личности». «Значит, вы за анархию?» усмехнулся в черные усы Дубровинский. «Нет, Пало не анархист». «Так кто же он?» Еще и сам не разобрался. «Что же, пускай русский мексиканец разбирается в своем умственном хозяйстве, а они, революционеры, будут продолжать революцию?» «Мучительнее всех зол утрата веры в самого себя», думал Арзур Пало после встречи с Дубровинским. По мере того, как жизнь России захватывала его все больше и больше, в его памяти открывались давнишние встречи, друзья. Но где они теперь, московские товарищи? Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас, после февральского грома русской революции. Он проснулся и увидел, что русская действительность совсем не та, что была в 905-м, и люди стали другие и политика, и партии. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к истине, добру, к идеальному обществу Арзуру Пало доводилось переживать мучения, равных которым нет. Столько раз его старались смять, уничтожить, а он не сдавался и лез в драку. Там, в Мехико, он вместе с генералом Сапата проповедовал взгляды, близкие к идеям народной воли и призывал народ к восстанию против диктатуры Диоса. Он, Арзур Пало, стал другом Франциска Вилли, сына бедного крестьяна.